В эфире Пингвинус. Подходит к концу 2020 год. В этом году мы с вами много говорили про Linux, про разные дистрибутивы, про Gnome, KDE. Не забывали мы и про Windows, про компьютеры, смартфоны и многое-многое другое. И вот наконец у нас настала пора в этом году, когда надо не забыть купить подарки всем нашим родным и близким. А если вы задумывались о покупке техники, то скачайте мобильное приложение MVIDEO. Оно поможет вам сэкономить время и деньги. И вот почему. Вы с легкостью можете оформить заказ в приложении и получить его в выбранном магазине всего за 15 минут. Согласитесь, очень удобно получить заказ по дороге домой или когда вы едете по делам. Более того, вы можете оформить заказ прямо в магазине, вам даже не потребуется помощь консультанта. Просто открывайте приложение, сканируйте штрих-код на коробке или QR-код на ценнике, чтобы больше узнать об интересующем товаре. Сделайте заказ и заберите свой товар из магазина или оформите доставку и ожидайте приезда курьера к вам домой. И наконец самое приятное, сейчас MVIDEO действует новогодний кэшбэк. Вы можете получить до 55% бонусными рублями за свою покупку. Поэтому не откладывайте, переходите по ссылке в описании, устанавливайте приложение MVIDEO, покупайте подарки и получайте кэшбэк от потраченной суммы. Компания Raspberry Pi Foundation представила новинку. Raspberry Pi 400. Это персональный компьютер, который встроен в компактную клавиатуру. Представили они его еще в ноябре, но я почему-то тогда упустил эту новость, поэтому рассказываю сейчас. Raspberry Pi 400 это компактная клавиатура, корпус которой встроен одноплатный компьютер, конечно же Raspberry Pi 4, она же малинка. Выбрана модель с 4 гигабайтами оперативной памяти. Как написал основатель Raspberry Pi Foundation Eben Upton в связи с тем, что многие работают из дома сейчас, то наблюдается быстрый рост использования малинки для учебы и домашнего пользования. Он отметил, что удобство для пользователя это не только производительность, но и форм-фактор. И команда Raspberry Pi подумала, чтобы такого сделать, чтобы пользователю не мешали лишние провода, не мешал бы сам системный блок на столе, и решили встроить Raspberry Pi прямо в корпус клавиатуры. Тем более размеры малинки это позволяют. Как они написали, может это конечно в шутку, идею они подчерпнули от компьютеров прошлого. Возможно некоторые из вас даже на них работали или играли. Это легендарный компьютер ZX Spectrum, который начал выпускаться в 1982 году, BBC Micro, Commodore Amiga и многие другие. Сама клавиатура, непосредственно вот этот внешний вид клавиш, цвета уже были представлены ранее, как отдельный аксессуар. Есть, кстати, еще, например, официальная мышка от Raspberry Pi в тех же цветах. Начальная стоимость Raspberry Pi 400 была заявлена в 70 долларов. И еще был представлен некий комплект или бандл. За 100 долларов туда входят несколько кабелей, та самая мышка и книжка, так называемая Beginners Guide по Raspberry Pi. Предполагаю, что такие цены для зарубежных пользователей возможно не очень высокие, но к сожалению для нас по текущему курсу, если еще будут различные наценки и другие бюрократические надбавки, то это наверное будет дороговато. Если подумать, как можно использовать подобное устройство, то у меня есть следующие мысли. Конечно, как полноценная замена настольному компьютеру оно не потянет, но для каких-то не очень сложных задач, например, именно для обучения, для серфинга в интернете, написания документов, то есть использовать как некий домашний такой помощник, как бюджетная альтернатива полноценному компьютеру, но не замена, наверное. Для тех, кто временно работает на удаленке, это тоже подойдет, или даже скорее может для детей, которым нужно удаленно учиться, но денег на полноценный компьютер нет или нет смысла его покупать на несколько месяцев. Правда, конечно, есть одна тонкость, работать вы будете под линуксом, Windows на малинку не поставить, но думаю, для детей, например, это вообще не важно, так как для тех же удаленных уроков им нужен, например, Zoom или еще что-то подобное, а они должны на малинке, насколько я знаю, в браузере с хромиум работать. Единственное, я пока не очень представляю, нужно ли такое устройство, например, не школьнику, ведь помимо этой клавиатуры вам нужен еще и монитор, а если у вас его и нет, то кто-то может посчитать и решить, что ему лучше сейчас чуть больше потратить и все-таки купить, например, ноутбук, который будет значительно полезнее. Всякие гики, хакеры, линуксоиды, скорее всего, купят обычную малинку, для каких-то уже задач чуть сложнее, среднего уровня не будет хватать возможности железа, поэтому у меня лично есть большие сомнения о том, насколько вообще востребованная скажется Raspberry Pi 400. Кстати, комплектующие внутри корпуса этой клавиатуры распаяны на такой вытянутой плате, которую можно было бы поместить в корпус какого-нибудь маленького ноутбука, и мне кажется, если компания когда-нибудь выпустит, например, какой-нибудь Raspberry Pi лаптоп за 100-150 долларов, то это может быть прям бестселлер. Представлено свежее обновление графической оболочки Plasma Mobile. Про Plasma Mobile я уже ранее пару раз рассказывал в своих роликах, сейчас кратко еще раз расскажу, что это вообще такое. Plasma Mobile разрабатывается в рамках проекта KDE и представляет собой именно графическое окружение Plasma для мобильных устройств, для смартфонов, планшетов. Причем нужно понимать, что это не дистрибутив, это не операционная система, это именно графическая оболочка. То есть она на самом деле должна ставиться поверх какого-нибудь дистрибутива, Linux, который работает на смартфонах. И в качестве дистрибутива для тестирования сейчас команда разработчиков использует дистрибутив KDE Neon. Мне очень нравится именно программная структура Plasma Mobile. В ней используются стандартные библиотеки или фреймворки KDE и KDE Frameworks. И приложения под мобильную плазму могут быть на самом деле как десктопными, так и компактными мобильными, лишь адаптируя свой интерфейс. То есть здесь нет полного разрыва между мобильной версией и настольной. То есть когда под мобильные устройства пишется, можно сказать, абсолютно новая программа. Здесь наоборот. Программа одна, нужно только пользовательский интерфейс правильно написать. И это дает еще, конечно, одну возможность подключить ваш телефон с плазмы к монитору, и ваши приложения будут автоматически адаптированы под настольную версию. И это не раз презентовалось в качестве такой возможности оболочки. То есть ваш смартфон с плазмой может превратиться в мини-компьютер, если его подключить к монитору и к нему подключить, например, еще клавиатуру и мышку. Но вообще, что касается именно этой функции, мне кажется, звучит красиво. В рекламных роликах тоже, наверное, красиво выглядит. Но если смотреть правде в глаза в реальности, то она мало кому нужна. То есть сценарий использования, где это может быть полезно, я думаю, довольно специфически. Если рассматривать обычное такое обывательское использование, то, например, поехав в командировку или в отпуск со смартфоном, вряд ли у вас, скажем, в отеле будет монитор ставить и ждать, когда вы подключите к нему свой смартфон. Но это лично мои предположения. Возможно, в будущем что-то доработают, что-то еще придумают вокруг этой функции, и она окажется очень полезной. Так, мы отвлеклись. Возвратимся к свежим обновлениям Plasma Mobile. Обновлен внешний вид виртуальной клавиатуры. Один из разработчиков реализовал новую тему оформления для элементов интерфейса. Она оказалась очень удачной, она потребляет меньше оперативной памяти, приложения, которые ее используют, загружаются быстрее. Например, файловый менеджер Индекс, который используется в Plasma Mobile, с этой темой запускается на 25% быстрее. Сам файловый менеджер Индекс – это явно просто чуть-кактомизированный, немного упрощенный внешне, KDE-шный файловый менеджер Dolphin. И, кстати, вот он мне очень понравился своей простотой. Я бы рекомендовал в KDE Plasma под десктопом, сделать для обычного Dolphin'а специально простой режим, который бы превращал его в нечто подобное. Мне лично он бы, наверное, не пригодился, но многим для простых файловых операций, думаю, был бы более удобен. Обновили программу до звона, сделали, скажем так, фейслифтинг. По скриншотам выглядит хорошо, ничего лишнего. Похоже на обычную Android-звонилку. Обновился внешний вид чат-клиента NeoChat. Это клиент, который использует протокол Matrix для обмена сообщениями. Сам протокол Matrix очень интересный, он открытый, и его ключевая особенность в том, что он децентрализован. У него нет какого-то центрального сервера для хранения сообщений. И еще интересный момент. Для Matrix есть такое понятие, как Bridge или мост. Это возможность использовать другие протоколы и преобразовывать их сообщения или, скорее, пересылать их в сеть Matrix. То есть делать, скажем так, перенаправление сообщений. И такие программы-мосты существуют, например, для Телеграма, Дискорда и других мессенджеров. И вот как раз NeoChat является клиентом для протокола Matrix. Что еще касается Plasma Mobile, обновили еще некоторые приложения. Например, в браузере AngelFish добавили браклеровщик рекламы и менеджер загрузок, обновили просмотрщик окулар и некоторые другие. Не будем сейчас задерживаться на них. Идем дальше. Состоялся релиз командной оболочки Bash 5.1. Пару слов о том, что такое Bash. Потому что если вы пользуетесь Linux или просто им интересуетесь, то в целом для общего развития это очень полезно знать. Bash – это командный интерпретатор, или его иногда называют командным процессором. Что такое командный интерпретатор? Командный интерпретатор читает и выполняет команды, которые в командной строке вводит пользователь. Также команды могут быть написаны, например, в текстовом файле. То есть это может быть небольшая программа фактически. И Bash может читать такой файл и выполнять его. То есть Bash еще на самом деле является высокоуровневым языком программирования. Помимо чтения и выполнения команд, у Bash есть еще масса разных вспомогательных возможностей. Например, автодополнение имен файлов, раздельное и совместное выполнение команд, перенаправление ввода или вывода команд, поддержка переменных, поддержка различных конструкций и многое другое. Слово Bash – это сокращение от BornAgainShell, что иногда расшифровывают как «вновь рожденный shell» или «перерожденный shell». Потому что Bash основан на оболочке BornShell – это ранняя оболочка системы Unix, разработанная Стивом Борном. А фамилия Born созвучна с английским словом Born, что переводится как «рожденный». Отсюда и появилось название. Оболочка Bash не единственная. Да, она самая популярная в Linux, но существуют и другие оболочки. Например, ZSH, C-Shell, FISH и другие. Очень интересная, кстати, оболочка FISH или Friendly Interactive Shell. Она поддерживает из коробки подсветку синтексиса. Она автоматически показывает команды и опции для команд. Отлично работает автодополнение. Довольно интересная оболочка. Я как-то пробовал в ней работать, но нужно привыкать. Если вы раньше работали в Bash, то на переход на FISH нужно время. В январе 2019 года выходил крупный релиз Bash версии 5. И вот спустя два года вышел релиз 5.1. Остановлюсь буквально на нескольких изменениях. В нем исправили несколько серьезных ошибок в прошлой версии. Ввели новую переменную srandom, которая при выводе генерирует случайное число. А для генератора случайных чисел теперь задействован новый движок. Добавили новую переменную prompt commands, в которую можно сохранить набор команд или массив команд, которые должны выполняться перед каждым выводом приглашения командной строки. Уже давно существовала аналогичная переменная просто prompt command, но в нее записывалась одна команда. А в новую переменную можно удобно разместить массив команд. Еще добавили несколько новых операторов, которые используются для преобразования строк. Это как раз бывает нужно именно в скриптах. То есть можно написать вот такую конструкцию, знак доллар, фигурная скобка, далее какая-нибудь строка, знак собака, и оператор или модификатор. Например, L большое. От слова low для преобразования строки в нижний регистр. Теперь поговорим о программах для Linux, а именно про приложения из проекта KDE. Это одна из моих любимых тем, потому что то, с какой скоростью делают обновления, и то, что разрабатывают в рамках проекта KDE, меня всегда поражает. Состоялось традиционное декабрьское обновление приложения из набора KDE Apps 2012. Я отмечу буквально несколько обновлений, потому что их там очень много. Во-первых, обновилась утилита спектакл. Она используется в среде KDE плазма по умолчанию для создания скриншотов. И в нее добавили возможность добавлять аннотации и графические элементы на скриншоты. То есть фактически встроили мини-графический редактор. После создания скриншота, можно не выходя из программы, соображения на снимок экрана, либо подписи, либо какие-то графические примитивы. Что-то выделить есть даже функция размытия. Очень нужная вещь. Это, кстати, большой удар по программе Flameshot, про которую я как-то рассказывал. Которой, например, я пользовался в KDE, потому что именно она имеет функции добавления аннотаций на скриншот. А теперь, когда в спектакл это встроено, из коробки, Flameshot мне под KDE уже, оказывается, и не нужен. В KDE Apps добавили новое приложение из проекта KDE, KDE Itineri. Состоялся его первый официальный релиз. Я думаю, мало кто про него вообще слышал до этого. Приложение очень интересное – это Travel Assistant. То есть ваш помощник в путешествиях, поездках. Он содержит массу полезных функций и информации. Это и расписание поездов, самолетов, автобусов, информацию об отелях, различные схемы зданий, может отображать схемы вокзалов, умеет в реальном времени показывать информацию о задержках и сбоках в работе транспорта, различные расписания. В общем, ваша палочка-выручалочка. Еще умеет автоматически извлекать информацию о бронированиях из различных источников, например, из электронных писем, PDF-файлов, читать QR-код с посадочного талона. Конечно, основная информация, которая отображает iTenery, она не зашита в саму программу, а изначально подгружается с различных источников. И еще один момент – очень важное преимущество iTenery, на котором сами разработчики делают отдельный акцент. iTenery по сравнению с другими подобными сервисами, скажем так, уважает вашу приватность и не приводит к сливу ваших персональных данных. В наши дни, согласитесь, это очень актуально. Позиционируется iTenery скорее как мобильное приложение, есть версия для Android, но работает и на обычных компьютерах, но интерфейс выполнен все равно в мобильном стиле. Переходим к следующей программе – это штатный файловый менеджер среды KDE Dolphin, и в нем сделали довольно существенные изменения, касающиеся пользовательского интерфейса. Адресную строку перенесли в верхнюю панель инструментов. Решение хорошее – верхний заголовок «Шапка программы» стал значительно компактнее. Единственное, теперь для пути места стало по горизонтали меньше, и, может быть, будет неудобно, если путь до текущей папки длинный, он просто будет не помещаться, в то время как раньше помещался. Еще для режима просмотра файлов в виде таблицы добавили новую опцию, чтобы показывать размер папок в мегабайтах, так как до этого показывалось только количество вложенных папок, но не реальный размер. И можно указать уровень вложенности, до которого просчитывать размер, так как, чтобы отобразить размер напротив папки, программе нужно пройтись по всем вложенным папкам и файлам в них, и просуммировать их размеры, а это, соответственно, время. В штатный KDE-шный эмулятор терминала «Консоль» добавили поминание инструментов, и ее можно настраивать. В целом, очень удобная вещь, можно разместить на нее разные кнопки, открытие вкладок, разделение окна, работа с буфером бена и так далее. Еще одно изменение, которое сделали, это распознавание цветовых кодов. То есть, если где-то в выводе в командной строке присутствует значение цвета в виде хекс-кода, то при наведении мыши на него показывается такой квадратик, и он залит именно этим цветом, которому соответствует этот код. Зачем это нужно в терминале, и кому это может понадобиться, я не знаю. Даже представить себе не могу. Мне кажется, это абсолютно бесполезная вещь, только лишние ресурсы компьютер будет отъедать. А так вообще обновили еще несколько разных программ из КДЕ, но изменения в них не очень существенные, поэтому продолжаем. Состоялось крупное событие в мире Linux. Это релиз фреймворка GTK 4. Вообще, что такое GTK? Это фреймворк, он же тулкит, он же набор библиотек для построения элементов пользовательского интерфейса. То есть, это набор программных компонентов, которые используются для формирования интерфейса программ. Сейчас существует два самых популярных тулкита для создания интерфейсов, это GTK и Qt. GTK разрабатывается преимущество проектов GNOME, и, соответственно, среда GNOME и ее приложение используют GTK. Qt же разрабатывается сейчас отдельной компанией Qt Project, и самым ярким представителем, кто использует Qt в Linux, является проект KDE. KDE еще над Qt пишет набор своих библиотек, KDE Frameworks, и уже с использованием Qt и KTF Frameworks пишутся программы под KDE. Вообще, GTK расшифровывается как GIMP Toolkit, и слово GIMP здесь не случайно. В далеком прошлом, когда разрабатывали графический редактор GIMP, для него был создан набор библиотек для создания пользовательского интерфейса, и назван он был GTK+. Но потом GTK+, стал набирать популярность, его начали использовать для создания других программ, и так GTK+, скажем так, выродился в отдельный проект. Время шло, Toolkit развивался, и вот сегодня мы видим GTK 4. Знак плюс решили из названия убрать. Кстати, GTK является кроссплатформенным, и программы, которые его используют, могут работать еще и под Windows, и под macOS. На разработку четвертой версии GTK ушло 4 года, отчет ведется с ноября 2016, именно тогда создали отдельную ветку программного кода, и на ее основе начали писать новую версию. Изменений в GTK 4 по сравнению с GTK 3 очень много, но перечислять их я не вижу смысла, они будут интересны скорее программистам. Я буквально отмечу некоторые ключевые моменты. Добавлена поддержка drag-and-drop, поддержка воспроизведения мультимедиа, добавлены виджеты для создания списков и раскладки элементов по сетке с поддержкой масштабирования. Добавлена поддержка шейдеров, поддержка технологии OpenGL, IP Vulkan. Кстати, GTK версии 3 не прекращает поддерживаться, об этом пока речи вообще не идет, а вот поддержка GTK 2 полностью прекращается. Я поздравляю команду Gnome, и все, кто работал над проектом GTK, они сделали действительно большое дело, этот релиз важен, так как на GTK 4 будет основана следующая версия Gnome 40, о которой далее. В следующем году должен выйти очередной крупный релиз среды рабочего стола Gnome под версией 40. Несмотря на то, что текущая ветка имеет номер 3, следующую версию решили не нумеровать цифры 4, во многом из-за того, чтобы не ассоциировать номер версии среды Gnome с номером версии GTK. Уже есть первая информация о том, что изменится в Gnome 40, кратко давайте пробежимся по планируемым изменениям. Существенно изменился дизайн экрана Activities Overview, или активность, или его еще иногда называют обзорным режимом. Это отдельный режим для показа и навигации по виртуальным рабочим столам, и просмотра приложений на них. Рабочие столы будут теперь располагаться в горизонтальном виде на этом экране, можно их перелистывать, они зациклены, то есть можно бесконечно переходить от одного к другому, и на каждом рабочем столе отображаются открытые окна программ и их иконки. В целом решение, я думаю, очень хорошее, уж точно более наглядное, чем было до этого. Продолжает всячески улучшать лаунчер для запуска приложений, и вот здесь очень существенные изменения. Раскладку элементов интерфейса на этом экране сделали в горизонтальном виде. Во-первых, сама сетка иконок с программами теперь вытянута по горизонтали. Виртуальные рабочие столы теперь располагаются сверху над иконками, и расположены они в строчку. И одно из самых интересных, на мой взгляд, изменений, это то, что на тех видео, которые Gnome выложил, док, или Dash он еще называется, для запуска приложений, расположен в нижней части экрана, а не слева, как обычно. Например, в текущей версии Gnome для расположения его снизу нужно ставить дополнительный экстеншн. Если они действительно по умолчанию его уберут вниз, и еще добавят туда функции, привычные для доков, то это будет вообще замечательно. И отдельно еще подчеркивается то, что для навигации между рабочими столами теперь именно нужно использовать горизонтальное направление. То есть именно стрелки влево-вправо будут переключать рабочие столы. Естественно, в комбинации с другими клавишами, типа Shift-Alt или другими. А стрелки клавиатуры вверх-вниз будут использоваться для открытия обзорного режима или лаунчера. Это тоже важный момент, потому что это повышает именно удобство использования на уровне именно ощущения, на уровне интуиции. То есть когда все логично и структурировано. Не отрицаю, я весь год немного подкалывал Gnome в том, что они медленно развиваются, о том, что интерфейс у них в штатном состоянии для меня неудобен, но потому что я сейчас вижу по первой информации о будущем Gnome все идет к лучшему. Направление выбрано, мне кажется, верное. GTK 4 доделали, и действительно то, что планируется сделать в Gnome 40, внешне, с обзорным экраном, лаунчером, смотрится действительно красиво и становится явно удобнее. Еще в целом в Gnome мне очень нравится сдержанность интерфейса. Я сейчас ни в коем случае не лукавлю. Общая стилистика программ Gnome максимально выверена. Видно, что пользовательский интерфейс делают строго по заранее оговоренным правилам, по гайдлайнам. То есть все приложения среды выполнены в одном стиле, и вообще сами элементы интерфейса GTK довольно приятные. То есть именно самые базовые элементы, кнопки, какие-то переключатели, списки, все сделано на очень высоком уровне. То есть если, например, это обычная кнопка, то она такая, какой ожидаешь, слегка выпирает над окном, не сильно, не мало, а именно как нужно. Я, конечно, надеюсь, что это далеко не все изменения пользовательского интерфейса, о которых мы сейчас говорили, но то, что уже есть, действительно сделано очень-очень хорошо. Поэтому я с большим нетерпением жду следующей версии Gnome, чтобы действительно ее протестировать. Ее планируют выпустить уже в марте следующего года. Будем ждать. А на этом все. Я благодарю всех за просмотр. Всем добра, хорошего настроения, здоровья. С вами был Пингвинос. Пингвинос. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok